Добрый день! Меня зовут Наталья Малеева. Сегодня я проведу с вами этот час, обсуждая квантовую физику. Сначала пару слов обо мне. Я приехала к вам сюда из университета МИСИС, где я руковожу дизайн-центром квантового проектирования. Мы занимаемся в дизайн-центре железом, квантовым железом. То есть мы создаем то, что будет работать как квантовый компьютер. Вот так вот это выглядит. Вы можете посмотреть на нашу лабораторию, наших сотрудников. Мы действительно вот так вот работаем, никакой постановочной съемки. Наша группа. И сегодня я постараюсь вам рассказать о том, что это и зачем мы все этим занимаемся. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто думает, что все люди на этих фотографиях очень умные. Я подозревала. На самом деле мы в душе вот примерно как такие дети, которые играем с разными интересными физическими явлениями, не всегда полностью понимая, что мы получим в результате и что будет завтра. Ну что, теперь поговорим немножечко о квантовой физике. Квантовая физика полна сюрпризов и неожиданностей. Она отличается от классического мира. И здесь я привела два примера. Как классический объект или как классические люди мы все с вами можем выйти, например, ровно через одну дверь из этого зала или сесть ровно на один стул. Если бы кто-то из нас был квантовым, он мог бы выйти через две двери или занять несколько стульев, а то и все стулья занять для друзей и коллег. Или, например, как вот этот лыжник, вместо того, чтобы объехать дерево справа или слева, объехать его сразу с двух сторон. И второй известный парадокс – это код Шрёдингера. В свое время немецкий физик придумал такую популярную сейчас картинку, позволяющую понять, что такое квантовый мир или что такое квантовая суперпозиция. Он говорит, что если бы у нас была квантовая коробка, в которой был бы квантовый код, и мы бы положили туда что-то ядовитое, и с какой-то вероятностью код был бы отравлен, то до тех пор, пока мы не откроем коробку, мы бы не знали, жив код или мертв. Это такая интерпретация квантовой системы. Мы о ней не знаем ничего, пока на нее не посмотрим. Немножечко истории среди нашей физики. В конце XIX века было сделано большинство физических открытий, было получено большинство известных ныне физических результатов. В физике было такое затишье и умиротворение. Было ощущение, что мы знаем о природе и о физике все, за исключением некоторых маленьких штрихов и неясностей. Одним из таких неясных моментов был вопрос модели атома. На тот момент существовала планетарная модель атома. То есть мы представляли себе положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются электроны. Примерно как планеты вращаются вокруг Солнца. Идея хорошая, в принципе, но есть проблема. Если мы с вами вспомним немножечко школьной физики или может быть даже университетской физики, мы вспомним, что если у нас есть движущийся заряд, то он излучает электромагнитную волну, он излучает энергию. Конечно, это должен быть не просто двигающийся заряд, а заряд, двигающийся с ускорением. Но когда что-то движется по окружности, всегда есть центростремительное ускорение. Так что движение по окружности как раз удовлетворяет требованию движения заряженной частицы с некоторым ускорением. И получается, что все эти электроны, вращающиеся вокруг положительно заряженного ядра, должны излучать. А если я что-то излучила, значит, я потеряла энергию. Значит, моя скорость, моя кинетическая энергия стала меньше. То есть вращаться я стала медленнее. То есть орбита моя уменьшилась. И так потихонечку-потихонечку, как спутники со временем падают на Землю и сгорают в слоях атмосферы, так, по идее, и электрон со временем должен упасть на ядро. А этого не происходит. И вот это был такой легкий дискомфорт в мире физики, один из них. Один из открытых вопросов. И тем не менее, когда вот таким молодым человеком Макс Планк закончил свое обучение и решил посвятить свою карьеру и свой уже проявившийся тогда талант теоретической физики, общественное мнение было таким, что ну тут нечем заниматься, уже все, все ясно, все понятно. И тем не менее, на рубеже веков Макс Планк выдвинул свою гипотезу, которая заключается в очень простом тезисе. Мы говорим о том, что свет излучается не непрерывно, а отдельными порциями, квантами, фотонами, например. И энергия этих порций, этих квантов пропорциональна частоте. Так появилась постоянная Планка, коэффициент пропорциональности между энергией и частотой. За это Планк в 1918 году получил Нобелевскую премию. И с 1900 года берет отсчет первая квантовая революция. Мы с вами сейчас находимся в процессе второй квантовой революции. А это была первая. Тогда, благодаря вот этой новой концепции, новой гипотезе Планка, было объяснено не только вот этот парадокс и дискомфорт с моделью атома, но и открыт фотоэффект. Эйнштейн получил Нобелевскую премию в 1921 году. Была построена модель атома Бора, еще одна Нобелевская премия в 1922 году. И был построен математический аппарат квантовой физики Гейзенбергом и Шриодингером, еще две Нобелевские премии. И это только несколько Нобелевских премий из всего каскада лауреатов Нобелевских премий по физике, занимавшихся квантовой физикой. То есть это был очень плодородный период для физики. Несмотря на то, что начинался он так с ощущения, что ну что, все, мы все знаем, все ответы уже получены. Хорошо. Прошло больше ста лет с первой квантовой революции. Я уже сказала, что мы с вами находимся в разгар второй квантовой революции. Почему? Ну как минимум, потому что квантовые технологии уже вошли широко в нашу с вами жизнь. Но все еще мы работаем над новым применением квантовых технологий. В частности, над квантовым компьютером. Поднимите, пожалуйста, руку, кто слышал словосочетание «квантовый компьютер». Отлично. Видите, квантовый компьютер уже есть в нашей жизни. Пару слов на всякий случай о том, что такое квантовый компьютер. Самый простой способ понять, что такое квантовый компьютер, мне кажется, это оттолкнуться от классического компьютера. В нашем классическом компьютере есть жесткий диск, в котором, например, мы храним информацию. Информацию мы кодируем двоичным кодом, нулями, единицами. Любые числа, любую информацию можно перевести в двоичный код. А нули и единицы мы кодируем магнитными доменами. То есть на нашем магнитном жестком диске есть домены, которые намагничены либо вверх, либо вниз. Все, нолик, единица. Дальше считываем мы намагниченность и считываем информацию. Упрощаю. Прошу прощения у специалистов, если я слишком огрубила. Но, тем не менее, информацию мы кодируем в какой области пространства, намагниченностью, направлением вверх или вниз. Что делает квантовый компьютер? У него есть квантовый бит, который может быть уже не только нулем и единицей, то есть смотреть на северный или на южный полюс, но он может смотреть во все стороны. То есть если мы посмотрим на вот этот рисунок, который называется сфера Боха, ну давайте представим себе, что это глобус. Классический бит может находиться только на северном или на южном полюсе. Квантовый бит может находиться в любой точке пространства. Более того, забегая вперед, квантовый бит может находиться еще и в нескольких точках пространства. Если бы я была квантовой, я была бы немножко здесь и в основном на море, например. Квантовая суперпозиция, состояние 0 и 1 записывается вот таким вот образом. Это аппарат квантовой механики, за который мы благодарны Дироку, еще одному лабору АТО Нобелевской премии. Вот эта запись, альфа 0, альфа 0, 0 плюс альфа 1, 1, и есть суперпозиция. Вспоминаем про кота Шрёдингера. Это значит, что наш квантовый бит немножечко 0 и в основном 1, или немножечко 1, но в основном 0. А может быть он по равну 0 и 1, как код Шрёдингера. Может быть жив, может быть мертв, может быть немножечко жид, но скорее всего мертв. И как будто вот этого усложнения нам с вами недостаточно. Оказывается, что если мы соберем систему из кубитов, которую мы можем приготовить вот в этом квантовом состоянии, в суперпозиции квантовой, оказывается, что эта система будет недостаточно сложна, чтобы заслуживать внимания и чтобы решить какие-то важные вопросы. Для того, чтобы действительно быть выгодной для вычислений системой, нам нужно ввести туда ещё квантовую запутанность. Это значит, что мы рассмотрим сначала пример, а потом сделаем из него вывод. Представим себе, что у нас есть две коробки, в которых лежат два шарика. Эти шарики с одной стороны жёлтые, с другой стороны красные. Вот одинаковые коробки с одинаковыми шариками. Одна коробка отправляется к Алисе, вторая коробка отправляется к Бобу. Если эти шары квантово запутанные, то что это значит? Я, Алиса, открываю свою коробку и вижу, что мой шар жёлтый. Это значит, что Боб, открывая свою коробку, увидит шар тоже жёлтым. То же самое, если Боб откроет свою коробку и увидит шар красным, значит, что мой шар, когда я на него посмотрю, тоже будет красным. В чём заключается запутанность? Это запутанность в том, что цвет моего шара зависит от того, какой шар увидел у себя Боб. Давайте на секундочку попробуем немножечко этот принцип расширить. Если мы с вами возьмём каким-то пока неизвестным нам способом приготовленную вот эту запутанную пару и разнесём её на большие расстояния и закодируем таким образом. Пусть у нас будет жёлтый цвет – это да, а красный цвет – это нет. И позволим, допустим, мне, Алисе, не только открывать и смотреть на свои шары, а давайте разрешим мне в эту коробку шар класть красной или жёлтой стороной вверх. Тогда у моего партнёра, который находится далеко, например, на Луне, что будет происходить? Я положила шар жёлтой стороной вверх, мой партнёр открыл и увидел – да. Я повернула красной стороной, мой партнёр мгновенно увидел ответ – нет. Это уже способ общения. То же самое мы можем сделать. Одна сторона – нолик, вторая сторона – единичка. Мы можем передавать информацию. Заметьте, со скоростью больше скорости света, то есть мгновенно. Это называется квантовая телепортация информации. Объекты мы не можем телепортировать, всё по-прежнему, никаких изменений, но информацию квантовым способом мы телепортировать можем. И вот именно эта квантовая запутанность взаимодействия кубитов, причём не просто как угодно, а вот таким квантовым способом даёт нам определённый выигрыш в квантовых вычислениях. Мы будем с вами об этом говорить дальше, но я предлагаю провести сначала такое предварительное голосование. Кто думает, что когда у нас появится квантовый компьютер, он вытеснит все – и персональный компьютер, и суперкомпьютер? Так, нас немного, хорошо. А кто думает, что суперкомпьютер всегда будет нам нужен? Ага, хорошо. Большинство верят в суперкомпьютеры и не верят в квантовый компьютер. Надеюсь, не потому, что вы считаете, что мы его не сделаем, а потому что мы сделаем. Оставим этот вопрос пока открытым. Почему? Потому что мы сначала должны понять, зачем вообще нужен квантовый компьютер. Квантовый компьютер – это интересно, это там прикольно, какие-то суперпозиции, какая-то запутанность. Квантовая телепортация, общение со спутником. Между прочим, это уже делается, это не из разряда фантастики. Но все-таки, что заставляет нас этим заниматься? Давайте сравним квантовый компьютер снова с классическим компьютером. Опять я обращаюсь к вам. Как вы думаете, есть задача, которую квантовый компьютер может решить, а классический – нет? Есть, да? Такая задача есть. Хорошо. А как вы думаете, есть ли задача, которую классический компьютер может решить, а квантовый – нет? Тоже есть. А вот и нет. Есть так называемый принцип взаимности. Любую задачу, которую решает классический компьютер, может решить и квантовый. И любую задачу, которую решает квантовый компьютер, может решить и классический. Казалось бы, а где же, в чем же дело? Дело в времени. Вопрос в том, сколько времени нам понадобится на решение этой задачи. Квантовый компьютер никогда, никогда не пригодится нам для хранения фотоархивов или, не знаю, рецептов или для соцсетей. Никогда он не будет хранить никакую информацию. Он нам нужен для решения всего трех типов задач. Первая задача – это квантовое моделирование. Именно с квантового моделирования все началось, история квантового компьютера началась именно с квантового моделирования, когда физики собрались и подумали, что на дворе примерно 1982 год мы уже очень много знаем о квантовой физике. У нас есть, нам уже все рассказали, Эйнштейн, Борг, Гейзенберг, Планк, Шрёдингер. Мы очень много знаем. И тем не менее, взять и посчитать мы с вами можем примерно атом водорода, то есть один электрон вокруг одного положительного ядра. Если мы захотим посчитать точно какую-нибудь молекулу из трёх атомов, то у нас не получится, мы не можем, у нас нет ни аналитического аппарата, ни численных возможностей даже у суперкомпьютеров сейчас. А в 1982 году суперкомпьютеров ещё не было. Вот. И тогда появилась идея, что для того, чтобы моделировать квантовые системы, нам нужны квантовые инструменты, нам нужна квантовая песочница, в которой мы можем промоделировать большие квантовые процессы. И вот тогда Ричард Фейман предложил термин квантовые вычисления и квантовый компьютер. Что значит квантовое моделирование? Этот вопрос волнует умы и сердца химиков и немножечко, конечно, физиков. Но в основном сейчас химиков и фармацевтов. Дело в том, что когда мы делаем, собираем новую молекулу, вот, например, как вот эту, из нескольких бензольных колец и радикалов, мы, в общем-то, не знаем о ней ничего. Мы даже не знаем, будет она плоская или нет, какой конфигурации, какой формы она будет, что с ней будет, не слипнется ли она, не знаю, в шарик или во что-нибудь еще. Может быть, она не будет устойчива в принципе. И на этот вопрос ответ нетривиальный. И хорошо бы было иметь инструмент квантового моделирования. Мы бы каждое бензольное кольцо привязали к какому-то объекту, кубиту, например. Мы бы задали силы связи между этими бензольными кольцами. Мы же знаем, что там в них находится. И дальше квантовым способом включили тумблер квантовая механика. Он посмотрели бы, что произошло с нашим макетом и сделали вывод о том, что получится в нашей молекуле. Вместо того, чтобы потратить время, силы, ресурсы на бесконечные химические опыты, мы сделали бы моделирование. Очень заманчиво. Более того, возможно, эта задача возможна для решения. Квантовый компьютер может дать ответ на этот вопрос. Следующая задача – это неструктурированный поиск, так называемый поиск иголки в стогусема. Ловгровер предложил алгоритм, который квантовым способом позволяет вам эту иголку найти. Для того, чтобы представить себе, что я имею в виду, я предлагаю вам представить большой дома комод ящиков на 10. И где-то в этом комоде лежат ваши любимые носки. Вы хотите их найти. Как классический человек и как бы сделал классический компьютер, что мы с вами будем делать? Мы открываем первый ящик, смотрим, закрываем, открываем второй, смотрим, закрываем, и так пока не найдем любимые носки. В среднем нам понадобится вот таких открываний N пополам. То есть если у меня 10 ящиков, то в среднем на пятом ящике я найду свои носки. А может и нет. Что сделает квантовый компьютер? Квантовый компьютер выдвинет все ящики благодаря принципу суперпозиции, посмотрит во все ящики сразу благодаря квантовой суперпозиции и сразу скажет мне, смотри, вот здесь в втором ящике слева твои носки. Кому нужен неструктурированный поиск? Опять же таки, как ни парадоксально, он нужен химикам и фармацевтам. когда мы с вами хотим сделать новое лекарство или разработать аналог какому-то лекарству, мы вспоминаем о принципе молекулярного подобия. Если я хочу, чтобы какая-то молекула имела свойства, работала как известная мне молекула, она должна похоже выглядеть, скажем так. И что я делаю, начиная свой путь в фармакологии? Я открываю все базы всех химических лабораторий со времен ведения баз и ищу, просматриваю все химические реакции. Работая в лаборатории, я провожу какую-то химическую реакцию, получаю результат, записываю его в свою базу. И вот последователи смотрят по всем базам в поисках того, что им нужно. Может быть, уже кто-то сделал реакцию, может быть, мне не надо ее искать, может быть, просто результат им был не нужен, а мне пригодится. Вот это неструктурированный поиск. Это занимает очень много времени и сил. квантовый компьютер способен не только объединить вместе все базы всех лабораторий во всем мире, пока такого не сделано, но еще и быстренько их за нас прошерстить. Это колоссальная экономия, в том числе экономическая выгода. И третья задача, класс задач, которую я здесь выделила, это квантовая криптография. вы когда-нибудь задумывались, что обеспечивает нашу безопасность, когда мы заходим в онлайн банкинг, или благодаря чему в браузере появляется вот это HTTPS. Там это аргумент, но помимо этого там есть еще кое-что. Есть протокол шифрования, и основа почти всей криптографии заключается в перемножении больших чисел. Я и мой банк, у меня сегодня есть партнер для разговора, и мой банк знаем какое-то общее большое простое кодовое число. Дальше, если я хочу зайти в онлайн банк и отправить перевод, я не знаю, своей маме, я зашифровываю свое имя, имя мамы, сумму, там счет, куда я перевожу, счет, откуда я перевожу, в еще одно большое простое число. Дальше эти два простых числа перемножаются. Умножить два числа, даже если они очень большие, это быстро и просто. И вот это огромное теперь число я отправляю в банк. Банк знает, на что делить, делит на это число и получает результат, расшифровывает, выполняет мгновенные операции. Действительно, операции выполняются мгновенно. Вот этим огромным числом мы делимся по открытому каналу. Кто угодно, любой желающий может перехватить это огромное число и попытаться переслать деньги своей маме. Но почему это не происходит? Потому что вот это большое число, большие числа перемножать просто, а раскладывать на простые множители сложно. если мы вспомним где-то что-то в начальной школе, мне кажется, было разложение на простые множители. Как мы это делаем? Мы берем число, делим его на 2, делим его на 3, потом на 5, на 7, на 11, и так, пока не повезет. Это очень долгая задача. Если кто-то классическим способом попытается разложить на множители то, что сейчас лежит в основе нашей криптографии, то мы с вами давно умрем и о нас забудут, а человек все еще будет делить. А квантовый компьютер, опять же таки, он может решить эту задачу быстро, причем реально быстро, настолько быстро, чтобы нам навредить в нашей зашифрованной связи. Опять же таки, чтобы представить себе, как он это будет делать, он возьмет и поделит сразу на все простые числа, найдет ответ. И вот такой алгоритм разработал Питер Шор, и в общем-то с алгоритма Питера Шора началось государственное финансирование разработок квантовых компьютеров. Теперь немножечко географии. У нас уже было немножечко истории, теперь немножечко географии. Здесь примерно обозначена та часть мира, где ведутся исследования по квантовым технологиям, где деньги в это направление вкладывают как государство, так и большие индустриальные партнеры. И вы видите, что это практически весь мир, который может себе это позволить. И я думаю, после того, как я вам предложила варианты применения квантовых компьютеров, понятно, зачем. Конечно, мы хотим сэкономить наши ресурсы, конечно, нам интересно послушать, о чем разговаривают соседи. Квантовый компьютер можно сделать разным способом. Мы с вами договорились, что квантовый компьютер это какие-то ноль и один, то есть какие-то с физической точки зрения два уровня, два состояния системы и что-то между ними. В принципе, таких систем в природе много. И самым естественным примером будет, например, электрон. Мы помним, у электрона есть спин, он может быть спин вверх, спин вниз. Все, наш кубит, пожалуйста. Спин есть еще и у атома, спин можно создать у искусственных квантовых точек, спин хороший выбор, хороший вариант для кубита. Кроме того, можно еще закодировать что-то в число, например, фотонов. Прилетел фотон один, не прилетел фотон единица, не, хорошо. Прилетел фотон один, не прилетел фотон ноль. Тоже хороший вариант. Сейчас наиболее развивающимися платформами, в том числе и у нас в России, являются вот эти четыре. Это атомные кубиты, ионные кубиты, ионные от атомных отличаются тем, что либо я взяла атом и от него оторвала один электрон, у меня получился положительно заряженный ион, либо я взяла атом, ничего у него не отобрала, но максимально ионизировала электрон на самый дальний уровень, это называется ритберговский атом, сделала его большим и интересным, скажем так. и фатонная платформа, а также сверхпроводниковая платформа. Сверхпроводниковая платформа это моя платформа, это то, чем занимаюсь я. Почему она стоит немножечко особняком и последней? Предыдущие платформы, они работают на объектах природы. Мы берем атомы, которые у нас уже есть и используем, мы берем ионы, которые есть и тоже что-то с ними делаем, фотоны, тоже со времен планка, как у нас появилось понятие фотон, так вот мы с ним и работаем. А сверхпроводниковые кубиты работают иначе. Мы действуем немножечко похоже на то, как делают классические микропроцессоры. Мы сами создаем свой кубит, мы сами выбираем, какая у него будет частота, какая у него будет энергия, какие у него будут свойства. у нас гораздо больше степеней свободы. И, возможно, благодаря этому до совершенно недавнего времени сверхпроводниковая платформа была лидером по всем показателям и по количеству кубитов, и по точности операций, и по реализации алгоритмов, квантовое превосходство, вот это все было сделано на сверхпроводниковой платформе. Недавно ионные процессоры превзошли сверхпроводниковые по числу кубитов работающих вместе. Но не все определяется числом. Мы с вами хотим калькулятор, который дает нам точный ответ. Когда я его спрашиваю, сколько будет 2 плюс 2, мне нужно 4, а не что-то где-то, где-то между тремя и пятью. поэтому мы боремся не только за количество, но и за точность. Здесь временная эволюция квантовых процессоров. Мы прошли этап процессоров малого масштаба, уже все платформы не существующие, прошли этап одного, двух, нескольких взаимодействующих кубитов. И сейчас мы находимся на этапе среднеразмерных промежуточных процессоров порядка сотен кубитов. Сейчас уже появились процессоры на чуть больше тысячи кубитов, но это все еще среднеразмерные кубиты. Во-первых, они еще недостаточно большие, а во-вторых, они все еще недостаточно точные. Это отсутствие вот этой идеальной точности вкладывается в шум. в понятие шум. А движемся мы с вами к устойчивым, к ошибкам квантовым процессорам. То есть те квантовые процессоры, которые уже могут дать нам уверенно ответ, что 2 плюс 2 будет 4. С одной стороны, это может для вас быть некоторым разочарованием. Квантового компьютера все еще нет. И что-то непонятно, уже тысячи кубитов сделали, а где же квантовый компьютер, где же квантовая криптография. Я предложу вам в таком случае вспомнить о том, что было с классическим компьютером и почему сейчас классический компьютер мы не подозреваем в ошибках, мы не боимся, что у нас какая-то информация или часть ее пропадет, или какие-то битые файлы появятся. благодаря коррекции ошибок, не благодаря тому, что что-то принципиально изменилось в принципе, и благодаря этому тоже, но тем не менее, во многом благодаря алгоритмам коррекции, алгоритмам детектирования и исправления ошибок. То есть ошибки происходят и в наших классических компьютерах до сих пор никуда они не делись, но информация сохраняется и считывается таким образом, чтобы все эти ошибочки быстренько найти и точно исправить. Именно над этим мы работаем сейчас в области квантовых компьютеров. Помимо того, что делаем мы, моя группа, работа над железом, идет очень большая работа над алгоритмами. И покажу вам парочку квантовых процессоров. Вот это существующий уже сейчас коммерческий сверхпроводниковый квантовый компьютер. Единственное его отличие от того, о чем говорила я до сих пор, это слово адиабатический. Что это значит? Этот квантовый компьютер не умеет делать логические операции, он не умеет делать плюс, минус, он не умеет делать вычислений, там вообще нету end, or, вот этого всего, никаких гейтов нету. Но он способен решать один важный и полезный класс задач, оптимизационные задачи. смысл в том, что я освоил множество сверхпроводниковых кубитов приготовлю в состоянии, описывающем некоторую целевую функцию, которую я хочу минимизировать. Например, функцию стоимости производства пластика. Пластик – это многокомпонентный материал, его производить непросто, у него целевая функция с многими параметрами. Вот я приготавливаю свою систему в состоянии, описывающем целевую функцию, а дальше прелесть работы этого квантового компьютера я отхожу и его не трогаю. И как все в природе, моя система стремится к минимуму энергии. Дальше моя задача только считать это состояние и выдать заказчику набор параметров, которые дают нам минимум функции. Хорошо. И покажу вам еще один. Это мой любимый процессор. Почему? Потому что это наш. Он сидит сейчас у нас в лаборатории вот в таком криостате. Я уже сказала о том, какие привилегии есть у сверхпроводников, но есть и минусы. Мы должны работать при температурах порядка мили кельвинов, то есть в тысячу раз холоднее у нас, чем в открытом космосе. Хорошо. Поговорим немножечко о том, что мы можем сделать уже сейчас, например, с нашим восьмикубитным процессором или с процессором, который есть в Фиане. Мы уже можем решать задачи оптимизации. Маленькие целевые функции и не всегда мы можем найти абсолютный минимум, но всегда мы можем продвинуться в сторону минимизации функции. Уже мы можем решать задачи поиска. Да, не всегда со стопроцентной точностью, но тем не менее для определенного класса задач вопрос можно сформулировать таким образом, что даже неточный ответ интересен и выигрышем. Уже сейчас проводится моделирование. По-моему, было сделано, решено две задачи квантовой химии, как минимум, я видела, промоделированы две молекулы, водород, литий, ну то есть маленькие атомы, но уже три атома в одной молекуле. Решаются задачи анализа данных, то есть решаются системы уравнений, задачи машинного обучения, так называемое квантовое машинное обучение или машинное обучение с квантовой помощью. Ну и уже раскладываются числа на простые множители, например, в своей лаборатории мы разложили на простые множители лет пять назад число пятнадцать. Не бог весть что, но мы доказали принцип, мы можем это делать. Дальше уже дело техники, чуть больше, чуть меньше. Я привела здесь два слайда с примерами применения. Это квантовая логистика. Понятно, что ковевые ажоры исчезли, а задача ковевые ажора осталась. Очень много решается транспортных задач, и мы всегда стремимся к минимизации суммарного времени, не только когда мы все поедем домой, выберем кратчайший маршрут, но я, как транспортная компания, должна все свои машины направить в рейсы таким образом, чтобы суммарное время для моего автопарка было минимальным. и вообще логистика там сильная мощная математика, которой очень может помочь квантовый компьютер. И вот здесь пример решения первых задач машинного обучения. Это была выборка сделана на снимках. То есть вы все сталкивались с тем, что после того, как делается снимок, КТ, МРТ, рентген, потом доктор его осматривает и описывает. Это большая работа, учитывая то, как глубоко эти методы входят в нашу жизнь. Уже давно ведется работа над автоматизацией или над помощью докторам. Никто не заменит квалифицированного специалиста медика, но снимок может попасть к доктору пустым и чистым, а может уже попасть туда с выделенной областью. Обратите внимание, вот здесь по-моему что-то не так. Эта задача была решена, вот здесь пример, маленькая выборка, десятки изображений были пропущены, и тем не менее, если мы посмотрим на две кривые, красненькую и синенькую, то, что должно быть обучающая выборка, и то, что получилось после обучения, они очень близки. Ну что, еще раз ответим на вопрос, квантовый компьютер заменит суперкомпьютер? А суперкомпьютер заменит квантовый компьютер? Я предлагаю такой ответ, нет. Как в свое время появились задачи для решения на видеокартах, так, мне кажется, и квантовый компьютер войдет в нашу жизнь как приложение к классическому, как инструмент решения определенного типа задач. И еще одну тему я бы хотела затронуть. Как будто квантовый компьютер, это недостаточно сложно для одной лекции, я предлагаю вам еще подумать о квантовом интернете. Дело в том, что как только у нас появится квантовый компьютер, нам надо будет с ним как-то общаться, а как только у нас появятся два квантовых компьютера, они захотят между собой поговорить. И оказывается, что если мы предложим им пообщаться по классической линии, даже по оптоволокну, это снизит их эффективность, потому что по классическому каналу связи эти два квантовых мозга вынуждены будут обмениваться классической информацией, то есть, грубо говоря, мы трехмерию опять должны спроецировать до фактически одномерии. И для этого, для того, чтобы так не происходило, чтобы не снижать эффективность наших квантовых компьютеров, мы думаем о создании квантового интернета, то есть коммуникации для обмена квантовой информации. И опять же таки, пока это находится на стадии лаборатории, только первые эксперименты реализуются на эту тему, но тем не менее, есть и первые результаты, например, квантово защищенные линии связи, я пугала вас тем, что квантовый компьютер лишит нас всякой безопасности, не совсем так, есть направление, называется постквантовая криптография, есть способы надежной защиты и от квантового компьютера, и такие каналы системы связи уже есть и в Москве, и в мире. Есть квантовые спутники, то, что я вначале говорила о квантовой телепортации, если вот эти два красно-желтых шара мы с вами разделим между Землей и спутником, мы сможем общаться с этим спутником, сейчас общение со спутником может быть реализовано оптическим способом, но если на пути облако, то сеанс связи не состоялся, мы ждем следующего прохода, квантовому, квантовой связи никакое облако нипочем. И если вдруг я вас этим заинтересовала этой темой, и вы все еще обдумываете, чему посвятить пять лет или шесть лет своей единственной жизни, на всякий случай, если вы хотите этому научиться, приходите к нам, у нас есть с прошлого года новый институт, который занимается именно квантовой физикой и квантовой инженерии. Если вы уже выучили все, что могли, приходите просто к нам в гости, посмотрите на нашу лабораторию, у нас интересно. Ну, а теперь нам пора заканчивать. Вот это вид из моего рабочего окна, так что вы понимаете, мне хочется вернуться на работу. Спасибо. спасибо за лекцию, скажите, пожалуйста, что есть вот и вывод в квантовом компьютере, как ввести и вывести информацию? Это отличный вопрос. Это зависит от того, с каким именно квантовым компьютером вы имеете дело, с какой физической платформой. Например, для ионов и для атомов это лазерный луч. Я свечу лазером на свой ион или атом, и я перевожу его из основного состояния в возбужденное. Для сверхпроводникового квантового компьютера все все коммуникации происходят по СВЧ-проводам, то есть мы посылаем микроволновые импульсы по кабелям и вот этими микроволновыми импульсами мы свою физическую систему, в общем-то вся наша работа с квантовым компьютером сводится к тому, чтобы перевести контролируемым образом из основного в возбужденное состояние и обратно, а потом считать. Мы это делаем по микроволновым кабелям, типа тут таких нету, а вот есть вот такие кабели коаксиальные. Наталья, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, а как вы изолируете кубиты от шумов внешней среды? Это тоже прекрасная тема для отдельной лекции. Это самая остро стоящая задача. Мы, например, как сверхпроводники, сверхпроводники боятся всего, они боятся электрических шумов, они боятся магнитных шумов, они боятся вибрации, механической. Наш институт находится прямо вот на метро Октябрьское, прямо над метром. У нас виброизоляционные подставки под всеми криостатами. Мы экранируем, мы ставим магнитные экраны, мы экранируем от всего, от магнитных полей всех приборов, проводки в стенах, телефонов, мы экранируемся даже от магнитного поля Земли. Есть криостаты для сверхпроводниковых детекторов, которые находятся внутри горы в Италии. Я забыла название горы. Вспомню, скажу. В общем, в горе сделали туннель, такой горизонтальный, и внутрь сделали полость, поместили криостат для того, чтобы заэкранироваться от всего излучения и ловить и ловить только меоны. А экран от радиации сделали из свинца, который нашли, не знаю, правда или нет, но коллеги говорят, что это был тот свинец, который нашли на затонувшем корабле в море. Корабль затонул лет 200 назад, и вот этот свинец транспортировали по воздуху. Почему? Потому что пока свинец лежал на дне морском, произошел весь полураспад, все радиоактивные вещи распались. Это идеально незагрязненный, нерадиоактивный свинец. Тот свинец, который мы с вами используем для экранирования, вот эти фартуки на рентгене, он, в общем, тоже немножечко радиоактивен, он загрязнен. А вот свинец пролежавший 200 лет на дне морском, не шумный. Вот такого типа трюки мы применяем для того, чтобы защититься от шумов, как пример. В общем, у меня скорее больше претензий, наверное, потому что, к сожалению, вы прошлись практически по всем штампам, по которым ходятся популяризаторы квантовых компьютеров. Мне очень грустно это слышать. Во-первых, хватит мучить в животных, пожалуйста. Несчастный кот ни в чем не виноват, вот честно. Ну, тут уже не ко мне к Шрёдингеру стоять. Шрёдингер придумал этот пример, как раз контр-пример против квантовой механики. Я не знаю, почему и кто придумал его приводить в заново, это вот как раз наоборот. Кот, к сожалению, умирает не квантово, а вполне себе физически. ему вольно. Не надо, не надо так сделать. Далее. Ох, что ещё-то. Да, квантовая передача информации. Нет, к сожалению, это так не работает. Мгновенной передачи информации нет и не будет. Передаётся, точнее, как это, собственно, запутанность не позволяет передать информацию, она только, скажем, связывает квантовое состояние. Ну, классики тут бы с вами поспорили, но я не стану. это вполне себе чёткая позиция современной физики. То есть, мы не можем, то есть, представьте себе, что было, грубо говоря, пара ботинок, один ботинок остался у Алиса, а другой взял с собой Боб. О, это ещё один штамп. Не открывай коробку или те, куда есть, на Альфа Центавру. Алиса может что угодно сделать. А, ну да, если Алиса и Боб откроют свои коробки, они увидят, что Алиса увидит, что у неё, например, правый ботинок, и, соответственно, сразу догадается, что у Боба ботинок левый. Но вот если Алиса захочет что-то передать Бобу с помощью такой коробки, к сожалению, у неё это не получится. Ну, потому что для передачи нужны не ботинки, а составляющие расстояния Бэлловские. А всё равно это так не работает, к сожалению. Правда, я могу, конечно, в оправдание сказать, что тут, в принципе, довольно сложный матан, чтобы правильно объяснить квантовую механику. Но вот не надо такие совсем уж плохие примеры приводить, то есть нет информации, не передаётся. Далее, алгоритм Гровера тоже так не работает. К сожалению, он даёт всего лишь выигрыш в корень раз, а не мгновенное вычисление. Ну, конечно, я и не претендую на мгновенное. Я привожу примеры. Так что... Как вы совершенно справедливо сказали, это популяризационная лекция. Приходите к нам в институт на научную. Там мы читаем всё по-взрослому. Хотя бы не пережёвываясь старые штампы, которые уже всем вот надоели. Вот приходите к нам в университет. Там мы всё объясняем точно и предельно ясно. Такое тоже может быть. Правда, не за 45 минут, на которые мы здесь все собрались. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.